Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – четвертый квартал 2016 года. Звоните 48 300. Партнер программы новости – магазин «Модная школа». Эфир телеканала РН. Продолжают новости Анапа-регион. В студии Кристина Рабина. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Новая схема дорожного движения запущена на курорте. Генплан претерпел изменения. Игрушки на главную городскую елку руками юных художников. Город-курорт обсуждает главную новость дня. Изменила схема движения в районе торгово-развлекательного центра Красная площадь. Организация дорожного движения изменилась по инициативе госавтоинспекции отдела по транспорту связи курорта. Такое решение было принято в октябре на комиссии по безопасности дорожного движения с целью улучшения проходимости автотранспортом этого участка дороги. Многолетнюю проблему заторов в районе Красной площади стараются решить. Чтобы разгрузить дорожный узел, сегодня утром запущено кольцевое движение. Установлены временные дорожные знаки и фишки, направляющие транспортные потоки. Со стороны села Супсех движение может быть осуществлено теперь только направо. По улице Объездной автомобили будут следовать до кольца, поворачивать снова к улице Астраханской. По улице Астраханской, со стороны города, они идут в трех направлениях. Транспорт движется. Значит, прямо в поселок Супсех, налево в сторону улицы Объездной и направо в сторону улицы Амелькова. Чтобы не допустить дорожно-транспортных происшествий, усилием контроль за перекрестками. Дежурит патруль. По мнению организаторов, новая схема движения функционирует удовлетворительно. Мы его открыли с 8 утра. Час пиковой нагрузки на сегодняшний день дорожно-транспортных происшествий на данном участке не допущено. Заторвы ситуации не допущены. Как вы видите, сейчас транспорт двигается на дежурную часть, на телефон доверия, звонков, а не удобства какого-либо движения или опоздания на работу или куда-нибудь прибытие от других транспортных средств не поступало. На сегодняшний день мы это проводим в тестовом режиме. Мы посмотрим сейчас, значит, когда транспорт шёл в город. Вечером мы посмотрим, как транспорт будет выезжать из города. На апробацию новой схемы дорожного движения уйдёт несколько дней. Не случайно для эксперимента выбран конец недели. За выходные горожане освоятся. Мы тем самым разгрузим эти направления движения. Но в случае, если вдруг не пойдёт это движение, мы знаки убирать не будем. Мы, я повторюсь ещё раз, делаем это экспериментально. Знаки эти будут снова восстановлены. Движение это меняться не будет. Подготовительная работа к предстоящему летнему сезону идёт уже сейчас. Также на комиссии было принято решение об изменении улицы Новороссийской в обратном направлении. То есть, так как у нас, например, если взять перекрёсток улицы Красноармейская и Шевченко, то есть одна улица, которая идёт вверх города, мы хотим запустить и в ближайшее время. Это одностороннее движение улицы Новороссийской. Также в планах рассматривается завободневный такой вопрос. Это расширение улицы Крестьянской в границах улицы Северной до Нижнего кольца Чембур. В летний сезон интенсивность дорожного движения возрастёт, как водится в разы. И курорт к этому будет уже готов. Уважаемые водители, будьте внимательны и осторожны. С пониманием отнеситесь друг к другу, чтобы избежать дорожно-транспортных происшествий. Чтобы развивать массовый спорт, для начала, считает губернатор Кубани Вениамин Кондратьев, в каждом дворе нужно построить спортивную площадку. Новую концепцию сделать спорт доступным уже подхватили муниципалитеты. Наш курорт не остался в стороне. В сентябре в 12-м микрорайоне построили многофункциональную тренажёрную площадку. Спорт-объект с энтузиазмом эксплуатируют и ребятишки, и взрослые. Доступным станет спорт и на селе. Новые тренажёры, приобретённые муниципалитетом, установили в хуторе Красном возле Дома культуры. А сегодня к установке тренажёрного комплекса приступили в селе Цебонабалка. Доступный спорт добрался и к нам. Место мы выбрали не случайно, потому что мы посоветовались Советом общественности, посоветовались и с ТОСовцами. И приняли решение установить в данном случае тренажёрную площадку именно здесь. Где жители потом активно поучаствуют в этом и благоустроят эту территорию. Высадят деревья, тротуар мы сделаем, отсыпем. И будем развивать место рядом с администрацией Приморского сельского округа. И в дальнейшем планируем здесь сделать парк. К слову сказать, сам глава округа решил подать пример селянам и приходить сюда заниматься спортом. В Цебонабалке немало талантливых спортсменов. Илья Белоусов занимается велоспортом. Про физподготовку тоже не забывает. Правда, раньше приходилось ездить в город на набережную. Я люблю спорт. Насчёт этих тренажёров есть где будут заниматься спортом. По утрам, например, заниматься зарядкой. Ну, хорошее дело. Будет легче, в город не надо мотаться. Не только школьники, но и взрослые появление тренажёрной площадки восприняли с восторгом. Давно стоял вопрос о том, чтобы, конечно, организовать досуг не только детей, но и, скажем так, молодёжи, тех же молодых мамочек. А сейчас это будет просто замечательно. Вот они придут, детки себе гуляют на этих вот горках, а мамочки попробуют себя в рамках того, насколько они спортивно подготовлены. Тренажёры ещё не успели установить, а подросткам уже не терпится их опробовать. Село меняется, этого нельзя не заметить. Например, недавно на улице Садовой произвели ремонт тротуара. Публичные слушания по внесению изменений в генеральный план, касающихся городской черты, прошли сегодня в Доме культуры «Молодёжные». Они подытожили серию слушаний, прошедших в сельских округах Анапы. Подробнее о сути вносимых изменений рассказала начальник управления архитектуры и градостроительства администрации Анапы Марина Марченко. На слайдах всё понятно. Так было, так будет. Социально значимые объекты, зелёные зоны, всё сохранено. Большинство изменений коснулись технических вопросов. Острую дискуссию вызвало обсуждение сложной темы – индивидуальное жилищное строительство в районе аэропорта. В разных представительствах одной компании не могут прийти к единому знаменателю – можно или нельзя строить людям. Заместитель главы Владимир Забураев пригласил Анапчан на личный приём, чтобы разобраться и дать ответ. Исправление технической ошибки в картах генплана вызвал вопрос у общественности. Амельково, Ленина, Владимирская была. Там большая зона сейчас свободная, зарегистрирована под социальные объекты, а именно школа и детский садик. Вы сказали, что будет изменяться на многоэтажную жилую застройку. То есть сохранятся ли там вот эти территории под социальные объекты? По окончанию слушаний Марина Марченко прокомментировала, будущие изменения социальных объектов не коснутся. Внутри этого квартала, который я обозначила, имеются две территории свободной от застройки. Вот в действующей редакции генерального плана, как и в проекте, который мы сегодня рассматривали, эти территории описаны для строительства школы, для строительства детского сада. Внесения изменения по этим территориям произведены не были. Результаты публичных слушаний будут опубликованы в газете «Анапское Черноморье» и на официальном сайте администрации города-курорта. В Анапе продолжается работа по демонтажу торговых павильонов и нестанциональных коммерческих объектов, установленных незаконно. На этой неделе муниципальные земли были освобождены от двух незаконных торговых точек. Одна из них была в районе шестой школы на конечной остановке маршрутного такси. Еще один незаконный павильон на улице Мелькова в районе мемориала «Три свечи». Владельцы торговых точек неоднократно предупреждали и требовали освободить территорию. Была проведена разъяснительная беседа. На последнем заседании межведомственной комиссии собственника обязали демонтировать незаконные торговые точки. В четверг предприниматель добровольно вывез имущество. Руководители домовых и квартальных комитетов снова за партами. Анапские общественники лучшие в крае, как показывают результаты многих конкурсов. Однако нет предела совершенству. Руководители органов ТОС освоили дисциплины по программе «Основа территориальных органов самоуправления». Прошли обучение по правовому регулированию работы, делопроизводству, психологии, эффективного общения. Программа дополнительного образования для общественников действует в Анапском филиале МГГУ имени Шолохова уже два года. За это время свой уровень успели повысить 111 человек. В этом году 24-часовую программу освоили 49 человек и получили сертификаты. В Краснодарском крае из всех муниципальных образований мы единственные, вернее вы единственные, которые проходят курсы переподготовки компьютерной грамотности и основам территориального общественного самоуправления. То есть я могу сказать одно, что наши органы территориального общественного самоуправления, наши руководители ТОСов одни из самых ответственных людей в Краснодарском крае. Они постоянно повышают свой уровень квалификации, постоянно совершенствуются. И очень аккуратно это понимать. Работа с людьми требует определенных навыков и знаний. И работа непростая. Поддерживать связь между населением и властью. Благоустройство территории, работа с людьми, организация субботников и массовых мероприятий. Полученные знания общественники с удовольствием применят на практике. А значит и в будущем году можно ожидать, что конкурсные награды вновь приедут в наш город-курорт. Анапчане готовятся к встрече Нового года. Сегодня наша съемочная группа побывала в Центре детского творчества. Юные художницы расписывают новогодние игрушки, которыми украсят главную елку на Театральной площади. Подробности далее. Снеговики, олени, еловые ветки. В умелых руках художника все оживает на елочных украшениях. Воспитанницы Анапского Центра творчества активно готовят новогодние подарки для города. Скоро эти красочные шары будут висеть на главной елке Анапы. Мы с детьми сегодня на занятии готовим новогодние елочные шары для нашей Центральной Анапской елки, которая будет стоять на Театральной площади. И шары мы с ними расписываем в свободной художественной технике, изображаем на них новогодние сюжеты, темы и сюжет из русских народных сказок. Одна из художниц, Евелина Хачатрян, свой шарик уже почти закончила. Тему выбрала не случайно. На пейзаже ее любимые птицы – снегири. Они очень красивые, мне они нравятся. Очень сильно. Тем более их пузики красненькие. А вот другая ученица, Алина Сивак, больше любит четвероногих персонажей. Цвет тоже выбран не случайно. Девочка увлекается русскими сказками. Потому что он из сказки «Серебряная копытца». Юные художницы немногословны, ведь все внимание сейчас сосредоточено на работе. До Нового года осталось совсем немного времени, и нужно успеть разрисовать все шары и нарядить елку. На курорте продолжается спартакиада среди студентов высших и средних учебных заведений. Турнир по шахматам прошел на базе Анапского индустриального техникума. Ход конем. По словам главного судьи соревнований Арсена Стамбульяна, популярность этого вида спорта с каждым годом растет. Если в 2014 году количество желающих составляло 600 человек, то в этом году игроков стало в два раза больше. Популярность угаснуть не может, потому что шахматы – такой вид спорта, который можно играть в любом возрасте практически. Поэтому популярность всегда будет. Другой вопрос, насколько часто проводится профессиональное соревнование. Тут могут быть какие-то периоды больше или меньше. А в общем популярность на месте. За игральными досками 16 юношей и девушек. Максим Головских – победитель прошлых соревнований. Имеет второй взрослый разряд. Игре в шахматы Максима научил дедушка. Привел меня в мелком возрасте. Шахматы говорят – садись, играй. Буду учить тебя. Буду развивать. Как-то попытался и получилось. И дальше все пошло, поехало. Студенты уверены – шахматы помогают развивать мышление и логику. А продумывать ходы наперед пригодится не только в игре, но и в жизни. Следующим этапом спартакиады станут соревнования по теннису, которые пройдут 11 декабря. Очередной день здоровья пройдет в селе Гайкадзор. В субботу 5 декабря с 9 утра до 14 часов выездной прием проведут врачи городской больницы и Центра медицинской профилактики. Всех желающих бесплатно проверить свое здоровье ждут с 9 утра до 14 часов по адресу Силога и Кадзор, переулок Школьный 3. При себе необходимо иметь паспорт и страховой полис. А в детской городской больнице Анапы пройдет день здоровья для детей. Он организован по поручению главы города-курорта Сергея Сергеева, которому с просьбой о проведении таких тематических профилактических мероприятий обратились руководители органов ТОС. Будет организован прием от риноларинголога, хирурга, невролога, стоматолога, педиатра. Работа кабинета здорового ребенка, определение веса, роста, проведение ЭКГ и УЗИ-диагностики. Прием будет проходить с 9 утра до 14 часов в детской поликлинике по адресу город Анапа, улица Родниковая, 4. И завершит выпуск прогноз погоды. Субботу 5 декабря в Анапе облачно с прояснением, без осадков. Температура воздуха днем плюс 1,6 градусов, ночью до 8 градусов тепла. Ветер западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 773 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды плюс 8 градусов. В воскресенье 6 декабря в Анапе пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха днем 8-9 градусов со знаком плюс, ночью до 10 градусов тепла. Ветер западный 5 метров в секунду. Атмосферное давление 770 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 8 градусов. Далее информация о партнерах программы. Генеральный партнер программы новости. Производственное предприятие «Меркурий-2» приступило к строительству нового многоквартирного комплекса «Кавказ». В магазине доступные качественные одежды для детей и взрослых. Модная школа. Новое поступление сезонной одежды. Самое время готовиться к новогодним праздникам. Карнавальные костюмы для взрослых и детей. Эксклюзивные вечерние наряды. Будьте в центре внимания. Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. Я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки. Автопарковка. Квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Магазин «Модная школа» расширяет свои границы. Теперь помимо элегантной школьной формы здесь представлена коллекция верхней одежды, куртки, плащи, пальто, головные уборы. Большой ассортимент вечерних платьев для выпускниц, рубашек и жилетов для выпускников. Нарядная одежда для дошколят. Новогодние карнавальные костюмы для детей и взрослых. Город Анапа, улица Новороссийской, 281. Жилой комплекс «Крымский вал». Редактор субтитров А.Семкин